Здарова, друзья, и добро пожаловать на третье по счёту видео о лучших сериалах этого года. Ну а перед началом этого говорю, что на момент написания текста я почти закончил смотреть сериал «Очень странные дела». Потом планирую посмотреть «Карателя» и последний сезон «Американской истории ужасов». За декабрь я всё это посмотрю, а может даже и больше, так что уже в начале следующего года выйдет новое видео по сериалам. А теперь усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. А сегодня я хочу порекомендовать вам игру, которая не нуждается в представлении. World of Tanks. Игра, которая покорила миллионы и господствует уже долгие годы. И на сегодняшний день в ней как никогда раньше все параметры отточены до блеска и радуют игроков. А если вы перейдёте по ссылке в описании прямо сейчас и зарегистрируете новый аккаунт, то вдобавок ко всему получите ещё и премиум танк M22 Locust. Ссылка в описании. Итак, прошлое моё видео по сериалам вышло в начале сентября. И первым сериалом, который я посмотрел за этот промежуток времени, стали «Защитники». Сериал показал достаточно низкие рейтинги на канале Netflix и получил долю критики, пускай и несерьёзную. В общем, «Защитники» получились средними. Отчасти я с этим согласен, но дело в том, что я не разделяю мнение большинства касательно того, что сериал был скучным и затянутым, а то, что персонажи были не раскрыты, это вообще смешно. Нужно было их сольники смотреть, а потом уже к просмотру «Защитников» приступать. Ведь все эти сериалы – это одна полноценная история. И вот то, что я увидел в «Защитниках», я считаю наиболее уместным, правильным и логичным продолжением всего действия. Конечно, были в серии моменты, которые мне не понравились, но все они по большей части были связаны с моралфажеством главных героев. Ну знаете, вот эта херня типа «Не убей! Как же меня это бесило в сорви голове! Это было так тупо! Я не убью этого злодея! Я лучше его! Его накажет закон!» Закон злодея отпускает, на следующий день он убивает десятки других невинных жителей. Герой снова его ловит, закон снова его отпускает и злодей убивает близких героя людей. Есть ли в этом логика? Конечно же нет! Да в моралфажестве вообще никогда не было нет и не будет логики. Неважно, сериал, фильм, книга или игра, как только я вижу на экране моралфага, я хочу, чтобы его сразу же убили. И нет, я не столь радикален. Например, в «Железном кулаке» Люки Кейджа или Джессики Джонс так сильно эти темы не затрагивались. Там были убийства по необходимости. Герои могли пожалеть о содеянном уже после того, как это совершили. Но они не задумывались об этом во время действия и не особо горевали после. А вот «Сорвиголова» за два сезона яйцами так и не обзавелся и ныл о бытие почти в каждой новой серии. Этому было уделено столько времени, что порой меня уже подташнивал от его морали. И вот весь этот букет идиотизма «Сорвиголова» перенес в сериал «Защитники». Он и его компания по большей части меня только раздражала, совершая глупые поступки и подначивая других. Но это лично мои предпочтения, основанные на моих моральных принципах. Я всецело стопроцентный каратель. Надеюсь, его сериал меня не подведет. Начну смотреть его уже совсем скоро. Ну а сериал «Защитники» я всем вам, конечно же, рекомендую. Но для начала обязательно ознакомьтесь со всеми остальными сериалами вселенной Марвел. Далее я посмотрел третий сезон сериала «Бойтесь, ходячих мертвецов». И я просто передать вам не могу, насколько же сильно он мне понравился. Скажу так, этот сезон был не просто лучше предыдущих, а лучше, чем последние сезоны оригинальных «Ходячих мертвецов». Новые идеи, конфликты общин, взаимодействие между персонажами просто высший класс. Неожиданные повороты, толпы зомби, экшена и многое другое. Просто вау. Я могу буквально каждую серию расхваливать. Единственное, что в этом сезоне мне не понравилось, не сочтите за спойлер, слишком много убили главных героев. Я, конечно, понимаю, что зритель любит жесть, как в «Игре престолов», но, блин, я вот только начал думать, что этого персонажа так хорошо раскрыли. Он 100% должен будет сыграть важную роль в будущем сериала. Как тут же его пускают в расход. Я начинаю кому-то сопереживать в расход. Это делает сериал практически непредсказуемым и добавляет овер дохрена очков интереса. Если бы такой темп по убийству персонажей взял оригинальный сериал, то сейчас там бы, наверное, один риг в живых остался. Вишенкой на торте, или скорее для меня червивой вишенкой, стала одна из последних серий. Не буду говорить, кто именно умер, чтобы не проспойлерить, но, блин, как по мне, это был самый топовый персонаж сезона. Потенциал огромен. Он бы заточил на себе еще далеко не один сезон. Ну, в общем, то, что произошло дальше, это была жесть. А сам финал сезона так вообще огромнейшая интрига. Очень интересно, в каком же направлении сериал будет двигаться дальше. Лично для меня третий сезон сериала стал стартовой точкой. И теперь я значительно больше жду новых серий «Бойтесь ходячих мертвецов», нежели оригинальных «Ходячих мертвецов». Эх, скорее бы посмотреть продолжение. Еще кроссовер сериала выйдет. Это будет просто охерительно. Всецело жду и вам советую. А теперь давайте немного поговорим о плохом, а именно о четвертом сезоне сериала «Посредний корабль». Куратко говоря, на третьем сезоне нужно было ставить точку. Если вы смотрели мои прошлые видео по сериалам, или же сам сериал, то знаете все его заморочки с вирусом и с мировым апокалипсисом. Ну так вот, вирус они одолели еще в первом сезоне. Потом у них были другие конфликты, и вот теперь вирус перекинулся на овощи и фрукты. Эпидемия убивает весь урожай на земле, и скоро люди останутся без пищи. Но где-то там, у одного растения, выработался иммунитет к вирусу. С помощью его семян нужно сделать новую вакцину для продуктов. Из-за его семена и будут сражаться главные герои. Уже вот в этой завязке истории можно найти с десяток нелогичностей и откровенно бредовых моментов. Но это была только завязка, первая серия. То, что происходило дальше, это был просто апогей идиотизма. Ну вот, например, главный герой в третьем сезоне покинул флот. Логично. На протяжении всех сезонов он постоянно горевал о своих детях. Тем более, что у них умерла мать. Говорил, как хочет к ним вернуться, как они ему нужны, как нужно отстраивать США. Но насрать. После того, как он ушел с флота, он отправился отдыхать. Если это можно так назвать, вроде бы в Грецию. Именно там его совершенно неожиданно, на секретном задании, встретили его члены команды. Ну такое совпадение, это же вау. В общем, это ужасно. На каждую серию можно смело делать полноценный обзор, перечисляя все бредовые моменты и дико с них угорать. В четвертом сезоне мне понравились только финальные морские сражения. Они были лучшие за все сезоны и прям, ну очень атмосферные. Но, к сожалению, это была лишь капля годноты в океане бреда. Так что сезон меня полностью разочаровал. Как по мне, сериал нужно заканчивать. Но трейлер к пятому сезону уже вышел. Надеюсь, он не подведет. Если же он окажется таким же куском говна, сериал окончательно скатится в УГ. Далее я посмотрел сериал «Штамп». Этот сериал идет уже 4 года. Имеет 4 сезона. Четвертый сезон закончился совсем недавно. И он, кстати, был заключительным. Да, сериал официально завершен. Я все эти годы его не смотрел, а ознакомился с ним только сейчас, залпом посмотрев все 4 сезона. И хочу сказать, что он великолепен. Одним из его соавторов является Гильермо Дель Тора. И это уже о многом может говорить. По сюжету мир решает захватить древнее зло. В лице не совсем обычных вампиров. Они обладают коллективным разумом и все подчиняются воле хозяина. Он же самый могущественный вампир. У сериала огромная масса достоинств. И одно из самых главных – это атмосфера постапокалипсиса. 4 сезона, 2 сезона по 13 и 2 сезона по 10 серий. Рассказывают все максимально детально. Показаны дни до эпидемии. Очень много времени уделено зарождению хаоса. И самому апокалипсису времени уделили тоже очень много. Атмосфера умирающего Нью-Йорка и цивилизации как таковой передана идеально. Все персонажи также раскрыты отлично. Флэшбеки вставлены уместно. История подается порционно и со смыслом. В сериале множество неожиданных поворотов, отличных диалогов, запоминающихся экшен-сцен и много чего другого. Украшает все это рейтинг 18+. Ибо вампиры без моря крови – это как-то не круто. Расчлененки в сериале хоть отбавляй. Также меня поразила глубина продуманного мира. Старейшины-вампиры, их история, разные кланы, мутация. В общем, интересных деталей сотни. Я смаковал буквально каждой серией. Плюс актерская игра тоже сыграла важную роль. Здесь очень крутые актеры. И как я сказал уже в начале видео, сериал завершился. Финальный сезон удался на славу. Поставлена огромная жирная точка. Только за это я готов аплодировать создателям. Ибо сериал приносил им хороший доход. Но они не стали доить из него все, что только можно. Они изначально планировали рассказать одну историю. Они это сделали. Завершили и ушли достойно. А из минусов сериала я могу отметить разве что слишком большое количество жанровых клише. Я к клише в целом отношусь нейтрально. И не бомблю при их использовании в фильмах или сериалах. Но одно дело, когда в Бондиане главный злодей озвучивает все планы главному герою, вместо того, чтобы его сразу убить, в дальнейшем герой сбегает. И за фильм это происходит один или два раза. И совсем другое дело, это когда подобные клише пихают чуть ли не в каждую серию. Пятидесятисерийного сериала. Вот серьезно, у злодеев за весь сериал было с десяток возможностей в легкую убить всех главных героев. Но этого не происходило. С каждым разом подобные сцены выглядели все более нелепее. А в финальном сезоне уже даже немного было смешно. Но это лишь один незначительный минус, на который можно и не обращать внимания. Во всем остальном, повторюсь, я от сериала в восторге. Он шикарный. Всем его рекомендую. Еще я посмотрел второй сезон украинского сериала «Слуга народа». Скажу так, из сериалов, которые выходили в странах СНГ, я смотрел лишь физрука. И то только первый сезон. Дальше смотреть не стал, ибо настолько хреново, что я не имею ни малейшего желания тратить на него свое время. Это сугубо мое личное мнение, которое не претендует на истину в последней инстанции. А вот выпуски «Вечернего квартала» я смотрю достаточно часто, и это всегда поднимает мне настроение. Поэтому мимо сериала я тоже пройти не смог. Мне понравился первый сезон. Я ходил в кино на полноценный фильм, вышедший в прошлом году. Он мне, кстати, тоже понравился. Ну а второй сезон так и вовсе поразил меня до глубины души. Образно говоря, конечно же. Понимаете, в этом сериале очень много специфического юмора, который основан на разного рода пасхалках, высказываниях разных политиков, обсуждаемых новостях, мировых событиях и не только. Поэтому если вы человек, который не интересуется политикой и в целом обстановкой в мире, то скорее всего вы этот сериал будете смотреть с каменным лицом и совершенно ничего не поймете. Я же всем этим интересуюсь, достаточно активно слежу и поэтому улавливал каждую отсылку, а с некоторых шуток ухахатывался до слез. Серьезно, особенно с эпизодов в Харькове. Харьков это как-никак мой родной город, в котором я вырос и живу, поэтому я просто не мог устоять. Но блин, даже несмотря на политический юмор, а на нем основана значительная часть всего сериала, здесь также полно отсылок на другие известные фильмы и сериалы, чего только начало сезона стоит, где они спародировали Игру Престолов. Еще в сериале полно действительно умных и душевных высказываний, которые даже о многом заставляют задуматься. А унижение зажравшихся политиков это вообще отдельный разговор. Плюс в сериале даже есть неожиданные сюжетные повороты. И еще они великолепно объединили полноценный фильм с сериалом, добавив в него множество новых сцен, которые не просто дополнили сам фильм, а прям заставили его переосмыслить. Теперь я бы поставил ему оценку еще выше, чем после первого просмотра. В общем, подводя итоги, хотелось бы порекомендовать его всем. Он очень годный, но если вы решите его посмотреть, помните, юмор там местами очень специфичный. У ватников жопа сразу дотла сгорит, здесь даже не обсуждается. А вот адекватные люди точно оценят. Если и не весь сериал, то его отдельные эпизоды так точно. Нелюди. Очень короткий сериал размером в 8 серий. На его просмотр я потратил всего 2 вечера. В принципе, остался доволен. Его, конечно, можно поругать за множество нелепых моментов, но я этого делать не буду. Его основная проблема в том, что он оказался слишком простым. Это ведь часть киновселенной Марвел. Уже ходят слухи о кроссовере с сериалом Агенты Щита. Но в самом сериале не было ни одной пасхалки, отсылочки или хотя бы намека на то, что действия происходят в одной вселенной. И еще даже намека на юмор нет. Местами сериал становится, ну, очень глупым и слишком простым. Но он сам этого не понимает и все пытается подавать на серьезных щах. Но сделать этого не получается. Поэтому и каких-то прям ярких положительных эмоций он не вызывает. Ну, посмотрел я 8 серий. Ну ок, посмотрим, что будет дальше. В общем, и неплохо, и нехорошо. Рекомендую смотреть лишь тем, кто следит за киновселенной Марвел. Ну и напоследок могу добавить, что я наконец-таки досмотрел все сезоны Симпсонов и все сезоны Южного Парка. Еще я сделал по ним два отдельных видео. Ссылка на них тоже будет в описании. По желанию, ознакомьтесь. А если коротко, Южный Парк почти все сезоны одинаково хороши. Симпсоны первые сезоны шедевральны, дальше уже не очень. Но некоторые серии последнего сезона очень даже хорошие. И еще я посмотрел второй сезон Атаки Титанов. Не знаю, найдутся ли здесь те, кто тоже смотрит этот сериал. Отпишитесь, если что, в комментариях. Ну, в общем, мне сезон понравился. С нетерпением жду третий. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на основной канал, на лайв-канал. Там я буду стримить чаще. Ссылка на него в описании. Нажимайте на колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте и пишите в комментариях названия сериалов, которые вы смотрите. Всем удачи и всем пока.